Майстры озерного края в Брасловском районе до наших дней заховалось старожитное майстерство плетения с природных материалов. И когда выработки соломки из лозы можно встретить по усюль в блокитном крае первого озерной траве. Ранее плели рыбацкие сетки, позднее капелюши, обуток и наводпосуд. И сегодня туристы в разные краины забирают сувениры и аксессуары, сплетенные брасловскими майстрами с шароту или ситу. На майстер-класс отправился и наш корреспондент Вольга Масловская. За плетением майстер Мария Шлабун може бавить годины. Справа потребует уседливости и терпения, але выник того каштуе. Выробы упрыгоживают экспозицию мясцового музея и разлетаются по свете про сувенирный прилавок. Працуе майстер с розным природным материалом, але первого отдае озерной траве. Сокреты старожитного рамяства, коренная брасловчанка ведая еще с дятинства. Я уже не помню, сколько мне лет было, но я помню в детстве. Мы жили в деревне, и мы с братом ездили, собирали вот эту ситу на плоту. И потом старшие сестры мои ткачеством занимались. Они ткали такие циновки из этой ситы. Выробы с шароту и ситу отримливаются приемными на вобмацах. Звонку степлая, але вельми зручная и практичная. Яны не боятся вильгати, а сурветки можно навод прасти. Брать шарот и сит треба не поздней закупалля. Найбольш корыстное стябло, что стояло у воде. Перед працией высушенный шарот лезь намочивают. Еон отримливается небывяленый, пластичный и послухмяный. Далека по материалу ходить не треба. Шарот нарыхтовывают для озер, яких у Брасловским районе, великих и маленьких, больше за три сотни. У новоколли в озеро Дрысвяты у Даунину было вельми паширно ручное плятение рыболовных сеток. Отсюда их вывозили на продаж. Именно в этих местах археологи нашли старожитное пристосование для плятения. Называется и оно «Качадыка» и датуется первым тысячагодзем нашей эры. Зараз Качадыку можно побачить у экспозиции Мясцового музея. А вось старожитных вырубов ситу и чароту не заховалася. И оно и зрозумело природный материал. Але подчас этнографичной экспедиции музейщики трапили на вось такую сумку родом с первой половы минулого стагодзя. Одным из таких самых ведомых мастеров плятения был у нас корейник Петр Казимирович. Он жил у везцы Слободка. И у сен, до речи, плел капелюши, и диваночки, и навод сумки есть. До речи, кажут, что навод до него приезжали просто уники разных мастерских коллективов, что спевают там титаншицы, замовляли у его капелюши. Сенне сокрыты старожитных рамествов заховывают у дельники народного клуба под назвой «Лявозера». И он объеднул в 60 мастеров и рамесников зусяго Брасловского района. На мастер-классы до их приходят и дорослые, и дети, каб сдействовать подороже у минулая и принести до дому уластный хендмейт. В Ольга Масловская, Михаил Христофоров, Витебская, Вобласть.